модуль GDI40. Когда-то он был более-менее подробно рассмотрен в этом видео. Классной его фишкой является возможность настройки модулей пультом или приемником логических уровней, то есть очень быстро и просто можно получить устройство дистанционного управления на целых 8 каналов. Для более тщательного рассмотрения этого рода направления использования GDI40 по-быстрому сделал макетную платку, которую бросил на панель к остальным прототипам. Здесь есть как кнопки управления для трех каналов, так и светодиоды для отображения выходного логического уровня на каждом из каналов. Для стабилизации напряжения можно установить XC6206, маленький стабилизатор 3,3 вольта в корпусе SOT23. А когда питание от двух банок, то здесь уже нужно устанавливать что-то посерьезнее, поэтому взял не очень хороший, но широко распространенный стабилизатор AMC1117. Во время монтажа выяснилась неприятная подробность в виде неправильно сделанной нумерации условного графического обозначения, поэтому платка перевернута. Ну да ладно. Следующая версия это исправлено, как и схема усилителя для управления селовым транзистором для того, чтобы на затвор подавать напряжение не 3,3 вольта выходное с микроконтроллера, а напряжение питания, что соответствует напряжению одной или двум банкам литий-ионных аккумуляторов. Настройка довольно простая, выводы чип Select и Set замыкаются на минус для настройки модуля. Подключаем питание и USB TTL преобразователь. Питание должно быть хорошим. Питаться от преобразователя не советую, хотя это тоже может сработать. В терминале выбирается скорость 9600 бот в секунду и добавление переноса строки и каретки CR плюс CL для отправки сообщения. Далее командой ET плюс CLSS. Смотрим, какой сейчас режим. По умолчанию должен быть А0, так называемая прозрачная передача. Ставим одну модель в режиме управляющего, модуль должен ответить ОК, а второй в режим управляемого, что также успешно осуществилось. Лучше сразу подписать кто есть кто. Кроме этого можно еще установить мощность передатчика. По умолчанию установлено наибольшее, плюс 12 дБ, что соответствует мощности 15,8 мВт. Также немаловажным является возможность установки номера сети и номера устройства. Это позволит избежать ситуации, когда один передатчик управляет сразу несколькими приемниками, как у недорогих радиоуправляемых игрушек. К примеру, после установки у этого передатчика номера 5555, он перестал управлять приемником с другим номером. Теперь, возвращаясь к предыдущему номеру 1112, такому же, как и у приемника, управление происходит. К сожалению, в новых версиях может быть кривая прошивка, где не устанавливается режим C5, когда выходной логический уровень изменяется при каждом нажатии. Более того, режим может не устанавливаться, а постоянно быть А0. В таком случае необходимо выставить режим C3, а далее C4. Сейчас к основной плате припаяна платка со схемой усилителя, а также полевым транзистором. Это, кстати, тот самый поддельный ИРЛ-640. В принципе, он оказался еще ничего относительно другого, относительно другого экземпляра, который позже был куплен для светодиодного проверяльщика в местном магазине. Управление происходит мощной лампой накаливания и двумя яркими светодиодами для наблюдения издалека. Также сюда легко можно подключить и моторчик, если нужно. Особенно хорошо это будет с H-мостом L9110 или лучшей TB6612, который был уже ранее рассмотрен и отлично себя показал. В таком случае можно будет управлять вращением двигателя в обе стороны, используя два канала. Для увеличения дальности передачи вместо печатной антенны можно установить внешнюю в виде куска провода равному четверти длины. Проверять буду именно так. Заявленная дальность передачи данных была подтверждена еще ранее. Теперь испытание проводится в режиме управления в чистом поле. Итак, начинаем. Приемник с батарейным питанием устанавливается на высоте примерно полтора метра вместе с камерой, которая снимает нагрузочные светодиоды. Далее, отходя и нажимая на кнопку, используя карты, смотрим на каком расстоянии будет происходить уверенный прием команды. Все, погнали. Метров десять. Не вижу. А, вижу. Все, вижу, вижу. Вижу. Вот сюда. Сейчас около ста метров должно функционировать. 140 метров здесь точно должно работать. Прямо видимо, если повернуться, сейчас нажимаю раз-два, раз-два-три, нажимаю, нажал, нажал. 165 метров. Продолжаю пикать. 200 метров. Я все еще нажимаю, но непонятно вообще. Аккумулятор так, расстояние 220 метров. 237 метров. Если вдруг оно работает... ... ... ... ... ... ... ...